Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летний юбилей. Виртуозный скрипач-дирижер Спиваков создатель двух всемирно известных оркестров Виртуоза Москвы и Национального филармонического. Кроме того, он руководит фондом, который открывает одаренным детям путь в большую музыку. С днем рождения музыканта поздравил президент. А наш корреспондент Ася Емельянова узнала место, где Владимир Теодорович отмечает свой праздник. Не буду называть, наверное, сколько лет, потому что, ей-богу, зритель не поверит. Но я сам не верю. Он не просто не верит, сам не знает, что его так держит в тонусе. Гастроли или отпуск с семьей, из которого мы Владимира Спивакова выдернули ради поздравлений. Ну, лето я использую, конечно, для того, чтобы как бы восстановить кинестетические мышечные ощущения. Потому что все-таки мы зависим от нашего тела. Ну, когда-то, конечно, я баловался 10-килограммовыми гантелями, потом перешел на 8, потом на 5. Я еще продолжаю играть на инструменте, на скрипке. И когда вы играете на инструменте, мышцы должны быть очень легкими, свободными, незажатыми. А ведь скрипка попала в руки Спивакова от безысходности. Вообще вы должны были стать вилончелистом. Дело в том, что мне просто мама вначале дала вилончель. А поскольку я был маленького роста и очень тщедушный, я бы сказал, через две недели я попросил что-нибудь полегче. А тяжелое было? Тяжелое, да. Со скрипкой и партитурами он засыпает и просыпается. Даже в отпуске. В этом году юбилей Рахманинова, который Спиваков называет иконой. Уже записаны две симфонии, работает на третьей. Пишет штрихи оркестру. У всех разная физиология. У меня, например, огромная растяжка между этими пальцами, поэтому я не делаю переходов часто. Поэтому я пишу несколько вариантов, чтобы они соответствовали моему представлению о звуковедении, о фразировке. Кроме Рахманинова, Спиваков обещает богатый сезон Дому музыки и сотни проектов с благотворительным фондом. Это лучшее, что я сделал в жизни, считает Владимир Теодорович. За своими воспитанниками он даже летать не успевает. То не в Венеции, то в Берлине. В мире сейчас достаточно много негативов по отношению к России. Они, я помню, приехали с концертом в Бундестаг. И был такой концерт, что в Бундестаге все встали. И стоя аплодировали детям. Не количество концертов, их качество для Спивакова важно. Про деньги с ним говорить бесполезно. В финансовых делах я полный профан. Отменять концерт в закрытой детской колонии ради месячного тура никогда не будет. Вы человек, который может отказать президенту, предпринимателям. Да, если у меня в плане стоит, что я должен играть в колонии или где-то в каком-то месте, в детской школе или что-то такое. Или в Североморске, в Мурманске. Не важно, где. Я откажусь от этого, конечно, от любого. Шумные застолья и юбилейные обязаловки Спивакова не любят. 12 сентября он, Сать и дети дома. Одни. Владимир Теодорович будет дарить подарки детям и жене. Они вместе 35 лет. А романтика никуда не исчезла. Практически не было дня, чтобы мы не созванивались по телефону. Сегодня она позвонила вам уже? Да, два раза. Сколько раз? Дважды? Да. Я думаю, что будет сегодня еще два минимум. Ася Емельянова и Виктор Казаков. Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова